приветик всем снимая видео об экономных продуктов и не только покупках ну экономных конечно в моем внимании я постараюсь называть все цены насколько я помню так чтобы но если что-то забуду простите взяла немножко картошки заканчивается дома картофель и в общем нет и нет времени и возможности ехать на рынок взяла в магазине что было неказистое так себе по 17 рублей за килограмм я взяла немножко просто чтоб перебиться до выходных а там потом что-нибудь приобретено поприличнее мое любимое молоко белый город два с половиной процента жирности не могу сказать что я какой-то гурман в этом вопросе но вот нравится мне вкус этого молока и все и вот сколько бы я не пробовала что-то другое все не то хотя конечно бывает если его нет то я беру промалад что там еще простоквашина стараюсь конечно брать белого дела любимый сок в этот раз большие упаковки вот такие по пол-литра это фрукта няне морс ягодный он стоил 57 рублей и компот вишня малину он стоил по моему 54 рубля там с чем-то ну копейки называть не буду я просто не помню да что там с копейками буду как-то округлять в общем любимые все семьи эти соки ставлю их холодильник и их наличие это всегда большая радость для всех членов семьи не знала куда пихнуть в какое видео покажу здесь рубрика не могу молчать вот такой вот пятного водитель он из магазина подружка в покупках из подружки я вам показывала на него была акция 69 рублей я его попробовала восхитилась им тут же побежала в подружку скупила сколько могла да и вот начался новый месяц снова была в подружке купила уже по полной цене но там какая-то скидка была папа по поводу по случаю 8 марта в общем 23 процента и плюс еще дарили средства по моему для мытья посуды вот этой же марки в общем замечательно пятном водитель и это конкурент ванишь порошку я имею ввиду говорю на полном серьезе совершенно точно и более того он меня впечатлил в двух случаях гораздо больше чем ванишь справился с тем что ванишь как бы и то чтобы не по силам в общем не раз и не два надо постирать чтоб пятна отошли я говорю о чем мне понравилось как он вывел пятна от пота со свитера в общем то не не было никаких надежд но мне казалось что вещь отправится на выброс но тем не менее деликатная стирка в общем добавила вот это вот пятна водители все замечательно и второй момент это избавление от пятен от женских неприятностей до в самый трудный период девочки понимают но я имею ввиду окончания процесса трудно очень отстирать в общем справляется на ура замечательно пятна водитель он теперь всегда будет у меня в гостях решила попробовать лак для волос от марки каждый день написано сильной фиксации я так подумал вот если антистатик нравится может быть и лак для волос тоже будет хорош мне скажете что разве можно приравнивать антистатик к лаку для волос ну не знаю мне просто интересно что это такое я взяла попробовать 44 рубля он стоил по поводу пятна у водителя его полная цена 109 рублей в подружке за 150 грамм но он очень экономичный пакетика хватает надолго куриные голени это я брала в дикси 140 рублей здесь 836 грамм по моему тут 6 штучек куриные ноги наши семьи хорошо идут и в общем я их стараюсь чтобы они всегда у меня были в морозилке макарошки в этот раз мужик в колпаке какие-то пинони это рифленые перья если так по-русски говорить что я с ними делаю отвариваю полоска в холодной воде в общем они потом отстаиваются подсыхают и обжариваю в сливочном масле солю при этом фишка в том чтобы обжарить их так чтобы они не зажарились там с одной ли с двух сторон там до образования корки а чтобы образовалась равномерная корочка вокруг всей макарошки тоненько-тоненько корочка от плиты в общем не отойдешь процесс занимает минут сорок на блюдо на самом деле вкусное в прошлый раз показывала вот это снова купила это кофе растворимым каждый день сублимированные там еще бывают гранулированные я не знаю что это такое мне нравится сублимированный упаковка стоит макароны стоит по моему 75 рублей я не сказала кофе 65 рублей за 50 грамм когда я в прошлый раз вам показывала говорила что я не вижу отличия вот в общем от другого кофе в общем то я не совсем правильно объяснила свою позицию мне нравится этот кофе с той точки зрения что я кофе вообще не люблю сколько бы я не пробовала сколько бы меня не угощали всяким настоящим кофе который там сварен и все как положено я не могу пить настоящий кофе меня от него дурно вот честное слово и тошнит и все я не могу настоящий кофе пить а вот это вот в самый раз что касается кофе я больше всего люблю фразу выпить кофе они сам кофе мне кажется что у него инертный вкус у него нет вот этой вот горчинки как бывает в некоторых сортах кофе как в том же давиды и которые любят моя семья нет кислинки такой тоже бывает каких-то сортах кофе в общем здесь никаких привкусов нет у меня все устраивает она просто совершенно замечательные упаковки мне хватает наверное на месяц этих 50 грамм упаковка шампиньонов здесь по моему полкило 99 рублей я грибы вообще не люблю могу съесть вешенки но редко не люблю грибы а у шампиньоны вообще калачом не заманишь есть их но я живу по счастью не одна у домашних другое отношение к грибам и в общем как правило я их делаю либо с макарошками либо с рисом с гречкой можно сделать с перловкой и конечно само собой с мясом или с птицей ну наверно все как у всех америку я в общем-то и не открою наверное не какую хотела похвалить вот такой вот рис по мне помню вам в прошлый раз я вам показывала ли нет рис круглозерный шлифованный для суши стоит 58 рублей не знаю сколько здесь упаковки наверно полкило может быть больше в общем замечательная вещь мы попробовали всей семьей влюбились в этот рис и даже моя мама который круглый лист рис вообще не любит она говорит что это вещь я буду покупать и он действительно классный готовил я его опять-таки мешала там с мясом с грибами со всеми делами готовила я его не так как указано в рецепте потому что в рецепте который на упаковке вернее способ приготовления указано рис готовить так чтобы он был пригоден для суши собственно для чего он и предназначен а мне-то это не надо и поэтому я отварил его в большом количестве кипящей воды течение там 17 минут помыли 18 не помню точно потом обратно отбрасывал на сито промывала холодной водой он у меня отстаивалась мышь потом собственно горе ем таким вот злобным способом зато весь крахмал остался в воде крахмал мне в общем совершенно ни к чему да и все а потом к этой штуке в общем-то домашние у меня едят уже с непосредственно с каким-то там дополнением мясным там птичьим грибным овощным а мне достаточно посолить и заправить вот эту вот вещь стоит 115 рублей в атаке я брала да вот и все и вкусные и замечательные и просто и наверное если был борис коричневый сошел бы за пп не за не сойдет за пп а зато вкусно очень очень советую если не пробовали попробуйте вообще не экономичная покупка и не знаю как что я забрела в этот отдел но я купил вот эту вот вещь капучино кофе для похудения жиросжигающий комплекс стоил 58 рублей вообще ни разу не бюджетно ну уж просто захотела взять я взяла во мне скажите что веришь во все это ну как вам сказать я вот когда стояла перед этим капучино я спрашивала свой мозг да в общем верю я в это или нет мозг несколько положи назад не бери с другой стороны знаете вот есть слова такие великие я сам обманываться рад ну в общем взяла я его если понравится буду покупать нет и нет как говорится и что об этом еще упоминать очень хочу похвалить такие вот макарошки макфа цельнозерновые зародышем и клетчаткой по моему 59 рублей они стоили что хочу сказать я очень люблю зерновые макароны зерновые спагетти отвариваю в кипятке вилкой вылавливаю пиалку солю и опять-таки заливая поме мне нравится в таком варианте раньше все время покупала дорогие сорта и вообще придерживалась мнения что макароны тот продукт в котором качество зависит от цены напрямую но бывают и исключения счастливые например вот это вот образец вот это вот макфа цельнозерновые у них очень приятный вкус ну просто очень приятный такая прелесть я не знаю просто невозможно на есть если честно я была поражена вкусом этого продукта и общем теперь наверно буду покупать исключительно макфу по крайней мере на каждой основе просто супер продукт баловство баловство эко-ботаника темный шоколад с пищевыми волокнами фундуком и стивей меня привлекла при привлекли два момента первое то что с их шоколад с орешками я люблю шоколадку с орешками а второе то что написано в четыре раза меньше углеводов не знаю что это такое взяла попробовать понравится мне понравится посмотрим плодовощная база что тут есть сельдерей сельдерей я покупаю только стебли никогда не брала корневище хотя читала что он очень даже вкусно и похоже на картофельное пюре если его сварить и растолочь но в общем беру только стебли ем свежем виде стебель отламываю мою отрезаю задник и сверху вот здесь вот заветренные участки и собственно говоря так и ем это у меня такой перекус я так себя приучаю до политика такая в общем сельдерей бывает я так понимаю сорта какие-то разные или странно производители разные бывают стебли тонкие темно-зеленые а бывают вот такие вот белые почти и толстые вот я беру только второй вариант потому что первый вариант совершенно не пригоден для употребления в сыром виде он как-то горчит там я не знаю какие-то эфирные масла что ли не знаю какой-то привкус у них в общем невозможно их проживать наверное термическая обработка нужна а вот это вот свежем виде очень даже ничего кабачок сельдерей стоил девяносто девять рублей кабачок сто шестьдесят шесть рублей за килограмм как гуляю там что-то с копейками был 165 беру для мужа жарю кабачок режу на кругляшки очищают кожуры и жарю в растительном масле с двух сторон солю перчу и все потом на бумажное полотенце все этот сок жир сойдет но и такая добавка своеобразная какому-то блюду перец из всех перцев я вот пробовала мне кажется самый мерзкий на вкус все таки зеленый вообще не могу я его свежем виде и как-то и при тушении он мне не нравится не знаю желтым туда-сюда самый вкусный красный я мы в свежем виде но в основном конечно это непременный атрибут тушение мяса или же использую при приготовлении овощной заправки для круп для макарон в таком виде и поэтому он всегда должен быть в доме перчик был по 250 рублей за килограмм помидоры 149 рублей за килограмм самые такие дешевые я уже говорила в прошлый раз я люблю их за толстую шкуру их легко чистить от кожуры я всегда чищу перец и помидор всегда чища от этой кожурки меня раздражает в общем да и в свежем виде их таким образом нравится мне хрустят как морковь прикольно хотя конечно такое не должно быть с помидорами апельсинки апельсинки вот с этим вот местом я уже попробовала нормальный на вкус мне сказать чтоб сладкий но по крайней мере не кислый по 83 рубля за килограмм не очень низкая цена ну что делать что уж было то было мои любимые яблоки гала не бюджетная цена в сто тринадцать рублей яблоки люблю и в общем надо и взяла банан не удивляйте что такой зеленый вообще если говорить о бананах я люблю бананы не спелые а переспелые бананы для меня это просто кошмар я люблю вот такие вот которые только начали желтеть пока они еще не сладкие не знаю почему мне нравится такой вариант хотя если честно бананы не ела очень давно почему я посмотрела фильм с безруковым который называется после тебя и там его герой говорит о том что банан это крахмал и сахар я такая думаю опа а мне это зачем вообще и перестал есть а сейчас вот что-то проходило по магазину и что-то думаю надо наверно взять ну в общем купила связочку я вот сюда вам один отломила его чтобы показать мне все это хозяйство сдвинуть так что дальше что дальше конечно куда же без хлеба я не гурман что касается хлеба я предпочитаю вот этот щелковский комбинат дарницкий уже порезанный все удобно и соответственно резной этот батон да мои домашние по-другому смотрят на этот вопрос мама мужа покупает хлеб бездрожжевой такой знаете кирпичом которым убить можно и муж тоже его любит и покупает там со всякими семечками там со всякими добавками а мы вот с мамой предпочитаем такой вот простой будничный вариант без всяких изысков я не знаю мне почему-то не так больше нравится сейчас я буду подвинуться извините у меня не очень удобно маслом я затарилась по полной программе страна озер 82 с половиной процента жирности я только такое масло беру 72 с половиной никогда не беру мы очень любим сливочное масло и как-то прям для нас это фетиш в общем сто четыре рубля по моему пачка была это дело было в дикси и мое любимое масло это масло на жарку а это масло на бутерброды Брест-Литовск 82 с половиной процента жирности обожаю это масло просто замечательное сто четырнадцать рублей пачка была это хорошая цена для этого масла я сразу там не помню что пять взяла за маслом я всегда хожу в дикси в дикси самая лучшая цена на масло все-таки самые выгодные акции всегда только там также в дикси закупилась любимыми сырками есть вот Росагроэкспорт 20 процентов они вообще не съедобные хорошие только вот эти вот с пятипроцентной жирности по-моему были по 14 рублей за килограмм это как мне кажется хорошая цена сметана каждый день 25 рублей хорошее качество я не знаю что еще добавить всегда берем в общем это уже такое постоянное как сказать постоянный продукт в холодильнике киндер молочный ломтик мы с мамой любим иногда очень даже вот не знаешь чего-то хочется чего не можешь понять и достал из холодильника ломтик этот съел и хорошо и замечательно и осталось у меня еще это что касается йогуртов и творожков здесь в общем то улов небольшой ну уж какой есть в этот раз эпика это вишня черешня у эпики бывает очень много разных вкусов но что бы я не пробовала на мой взгляд съедобный только вот один вишня черешня обожаю просто это самый вишневый самый вкусный вишневый йогурт из всех что я пробовала просто замечательно беру как правило в пятерочке он стоит около 50 рублей но вот это была скидка по-моему по 35 рублей а что и был он я забила холодильник когда-то я на канале Ирины Соковых узнала о существовании творожного донисима с сочным киви но не то чтобы это было так давно ну в общем да вот купила по-моему 29.90 если я ничего не путаю не помню ломтик сказала 34 рубля что я забываю да эпика я взяла по 35 рублей донисима в общем 30 рублей замечательная вещь к донисиме я равнодушна но эта вещь у нас теперь всегда есть в холодильнике потому что попробовали действительно совершенно потрясающий вкус вообще ни на что не похоже классная вещь и последнее что покажу это я брала в дикси биобаланс творог мягкий турбофит что-то злаки и сушеные ягоды в общем на творог это вообще не похоже это скорее йогурт там какая-то жижа такая непонятная вот и вот какие-то там добавки что-то там такое мотается не пойми что но такая это вкусная вещь я вам передать не могу честное слово просто влюбилась в этот вкус периодически беру 38 рублей стоит скидок никаких не было ну уж что есть то есть в общем я взяла сколько всего я заплатила не помню не помню сказала хлеб или нет батон 26 70 кажется стоил а ударницкий по-моему 17 80 кажется так по-моему все остальное я вам сказала такие были небольшие продуктовые покупки девчонки напишите мне пожалуйста нужно ли снимать вообще продуктовые покупки интересно ли вам подобного рода видео я уже чтобы могла ориентироваться надо или не надо надеюсь видео было интересно полезно и приятно всем большое спасибо всем пока пока всем пока